сегодня на моем примере мы сравним два вот этих вот рюкзака один новый рюкзак который я начал использовать название ссылки все будут в описании от бренда 90 рюкзачок значит коротко пробежимся недостатки его были описаны предыдущем видео самое главное то что я поставил сюда резинки из двух рюкзаков поставил сюда хлястики хлястики для ключей вместительный хороший полностью меня устраивает сделан нормально здесь одинаковая ткань единственное что разных цветов теперь перейдем к этому рюкзаку он эксплуатировался больше года но через пять месяцев эксплуатации у меня вылетела основная молния на нем и которую потом поменяли это первый недостаток молния была сделана вовнутрь вот как здесь на кармане и здесь в углу она у меня перетерлась до дыры пришлось ее менять в срочном порядке вот это вот это не в процессе стирки вот эти изъяны появились в процессе носки вытирается такая ткань не знаю почему но имеет свойство стираться на углах так в принципе я полностью доволен ну вот это вот результат носки каждый день рюкзака причем это стало видно уже где-то месяц на третий полностью выкарка этот рюкзак новый лучше он тем что здесь нормальная молния хорошо бегает ползунки два легко доступных кармана которые можно залезть здесь же мне не нравилось он как бы удобный относительно здесь мне не нравилось то что вот в этот карман я ложил иногда забывал закрывать его и входил с открытым карманом собственно говоря как и с этой стороны отделение для очков конечно очень хорошая вещь но как показывает практика лучше носить в чехле вот помимо вот этих вытираний еще существенным его недостатком было поменять молнию это обошлось очень дорого где-то пол стоимости наверное самого рюкзака хотя в принципе я не знаю сколько он стоит стоил вот потому что это был подарок здесь вот такие вот клапана клапан довольно таки большой при закрывании сюда в это отделение можно было вставить зонтик свободно чтобы он не болтался либо какую-то маленькую бутылку воды чтобы она не болталась здесь эти клапана они меньше существенно меньше и здесь маленькое отверстие здесь же отверстие было побольше но опять здесь есть отделение под ручку вот можно вставить одно то и даже две ручки сюда но чем это как бы хорошо чем плохо тем что это центральный карман и мало ли транспорт его открыли вытащили сюда лучше ничего ценного не ложить несколько раз утирался но при первой стирке вот эта вот штучка сразу же поломалась она потерлась в нескольких местах пришла в такую негодность что ее эксплуатировать уже нельзя было вот поэтому я ее сменил от этого и такое безобразие здесь происходит от нового замка здесь от нового замка вот такая штучка железная бегунок остался а сам клястик был выломан поставил я родную ну и при замене был небольшой замин здесь постоянно заедал замок сейчас он уже разработался не заедает ну в принципе вот если кто-то думает брать себе какой рюкзак он и удобный и какой-то он маловатый вот этот экземпляр я подумайте хорошо мне больше нравится вот этот вариант который новый ручка легенькая она компактно прячется резинки я поставил хлястик я здесь уже доработал поэтому ручку я начал ставить вот сюда две ручки здесь вот флешку можно полноценным две флешки повесить два больших хорошо прошитых карманов глубоких которые можно положить или жесткий диск и пауэрбанк отделение для документов посмотрим в процессе носки кому кто больше понравится мне нравится вот этот больше спасибо всем кому было интересно пока спасибо 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 спасибо